И вновь тема газификации. И вновь необходимость обсудить ее с населением города. Судя по количеству пришедших на встречу, вопрос газификации вызывает нерядовой интерес у слабожан. И для представителя инвестора это не первое собрание с населением. Эта встреча у нас не первая. Мы проводили предварительное согласование с домовладениями. Те, кто не собрался, получается, собираем сегодня. В случае многоквартирных домов газопровод проводится до фасада. Что касается частных домовладений – до границы земельного участка. Пакет документов, необходимый для того, чтобы к дому была подведена заветная труба, соответственно, разный. Для получения разрешения на строительство нам нужно согласовать с собственниками помещения на квартирном доме и заключить с ними какие-то проустанавливающие документы по земельным участкам, на котором расположены их дома. Без этих документов, грубо говоря, наша организация не сможет получить разрешение на строительство и, соответственно, не сможет построить объект. Представитель «Газпрома» в очередной раз объяснил присутствующим, что собственники многоквартирных домов, к которым не подведена газовая магистраль, должны провести собрание. Решение, касаемо газификации, принимается большинством голосов при кворуме 2-3. Образцы документов для проведения собрания желающим были предоставлены прямо на этой встрече. Собрания по вопросу газификации в многоквартирных домах, у которых есть управляющая компания, будут проведены с ее подачи. Организаторы в этот раз ожидали увидеть на встрече представителей тех многоквартирных домов, которые осуществляют управление самостоятельно. Но пришли и те, и другие, и третьи в лице жителей частного сектора. Вопросов у населения много. Часть из них осталась и после собрания. Проконсультироваться по ним можно в администрации города по телефону 46369 или в кабинете 302. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова